После блокировки дорог протестующими в Косово сербами, Белград привел свою армию в состояние, цитата, наивысшей боеготовности. Сегодня в Приштине министр иностранных дел Джалал Швечла объявил, что это сделано под давлением из Кремля. Там уже поспешили традиционно отвергнуть обвинения. Да и в Белграде настаивают, что лишь готовятся защитить соотечественников от возможных погромов. Я считаю, что ситуация складывается действительно непростая, но мы полны решимости сделать все для сохранения мира и стабильности. Мы примем необходимые меры для защиты наших людей на севере Косово, для защиты всего нашего народа. Новый виток конфликта начался после того, как власти Косово запретили у себя езду на автомобилях с сербскими номерами. Кроме того, в начале декабря там арестовали по подозрению в терроризме бывшего полицейского, этнического серба. На это сербы, компактно проживающие на севере Косово, ответили баррикадами на дорогах, для расчистки которых, по мнению Белграда, Приштина может применить незаконное насилие. Косовские власти, впрочем, это отрицают. Ситуация в северном Косове быстро ухудшается. Воинственная риторика Вучича и его клики переходят все красные линии. Мы призываем его немедленно отозвать своих сторонников оттуда, разобрать баррикады и вернуться за стол переговоров. Он не должен провоцировать Косово, которое хочет только мира. Вероятность, что конфликт перерастет в открытое вооруженное столкновение, эксперты пока оценивают невысоко. Прежде всего потому, что в Косово по-прежнему размещен мощный контингент миротворцев НАТО. Более того, по некоторым оценкам, возможности Евросоюза усадить враждующие стороны за стол переговоров на этот раз даже выросли. По сути, угроза дестабилизации была единственным таким козырем в разговоре с западными лидерами у балканских лидеров. Если вы сейчас от нас будете слишком многого требовать или будете нам слишком мало давать, то ситуация здесь может дестабилизироваться. Но за последний год Евросоюз посмотрел, что такое настоящая дестабилизация. И напугать косовской дестабилизацией после того, как Евросоюз, в общем-то, кое-как переживает более-менее украинскую дестабилизацию, становится трудноватым. Напомним, власти Сербии до сих пор не признают независимость Косово, провозглашенную после войны в конце 90-х. Они также заявляют о дискриминации в Косово этнического сербского меньшинства, которое составляет там около 6% населения. Продолжение следует...